Мама, я боюсь! В необычный дом ребятня поднимается с неподдельным трепетом. А вдруг упадет? Должно быть, шатается? И правда, внутри легкое покачивание испытывает каждый. Да, начинаешь делать. Юбилево начинает. Да, действительно, немножечко система координат умерется, конечно же, это чувствуется. Ощущения в перевернутом доме действительно необычные. Легкое головокружение и такое чувство, что вот-вот куда-то упадешь. Посетители реагируют эмоционально и фотографируют. Очень много фотографируют. Организаторы иллюзорного аттракциона подсказали нам, как сделать кадры смешные и забавные, чтобы все было вверх тормашками. И, судя по фото, чего здесь только не делают. Ребенок у нас в улитаз пробовал вернуть. Очень интересно, очень завлекательно. Пытаются проверить на прочность предмета интерьера, мебели. Мы, безусловно, предупреждаем о том, что этого делать порой не нужно. Но, так или иначе, всем интересно, как это держится, как это построено, как это устроено. На самом деле все здесь прочно и надежно. Экскурсия по перевертышу абсолютно безопасна. Ведь строили дом люди, которые специализируются на таких конструкциях. Их искали по всему СНГ и нашли только в Крыму. Действительно, дом стоит на фундаменте заливном, что придает ему устойчивости. Были учтены те факторы, которые позволят ему быть наклоненным именно в двух плоскостях, надежно закрепленным. Мы познакомились непосредственно с людьми, которые этим занимались. У них уже есть опыт постройки в таких городах, как Ялта, Скадовск на Украине и в Москве. Ребята учли все особенности и решили в Новосибирске построить самый большой дом, перевернутый дом, как в России, так, собственно говоря, и в СНГ. Два этажа, балкон, парковка. Дом не только большой, но еще и с характером, с сибирским характером. В Москве и на Украине аналоги стилизованы под дачные особняки. Нам же крымчане подарили охотничий домик с трофейными рогами и горящим камином. Интересно, что первые такие дома появились в Европе всего несколько лет назад, затем в Америке и Японии. Деталей подобных они не имели вовсе, в них даже нельзя было войти. Фишка была только в том, что дом стоит на крыше. Теперь же можно не только удивляться, но и осуществлять самые необычные детские мечты. К примеру, такие. Как на потолке? Хорошо сидеть? Хорошо. Буду всю жизнь вот так вот на потолке.